Всем привет! Сегодня я снимаю вторую часть видео о том, как сварить мыло с нуля для новичков. Первая часть я рассказывала о теории и сейчас мы будем переходить с вами к практике. Ссылочку на первую часть, в которой я рассказываю о том, что же надо, какие масла, какие дужки, какие инструменты, инвентарь, я вам оставлю в описании под этим видео. Кто не смотрел, кто хочет сварить свое первое мыло с нуля, переходите по ссылочке и смотрите, что же надо вам приобрести. Сегодня я буду делать мыло с градиетом, то есть это будет мыло одним цветом, но с переходом, для того, чтобы мыло не было настолько скучно. Использовать сегодня я буду вот такую мику фиолетового цвета. И также я буду использовать сегодня американскую одушку. Называется она Perseduction, если я правильно прочитала. Простите мне мой английский, что в переводе означает чистый соблазн, просто обалденная одушка. Я ее прям очень-очень хранила. И как раз здесь осталось у меня для того, чтобы сварить мыло с нуля. И давайте начнем. Как я уже сказала, я использую 5 масел, 2 жидких масла и 3 твердых масла. Жидкие и твердые масла я замеряю отдельно. Очень важно точно-точно все это нам с вами замерить, чтобы было грамм в грамм. Но для начала нам надо отмерить с вами воду и поставить воду в морозильную камеру. Для чего мы это делаем? Если вода наша, в которой мы будем с вами разводить щелочь, будет комнатной температуры, то наша вода может даже закипеть. Если вы боитесь слишком сильного нагревания, можно даже заморозить кубики нашей воды, кубики льда. И тогда щелочной раствор абсолютно не нагреется. Будет градусов так 40-45, что оптимально сразу же с такой температурой работать. Но я не люблю замораживать. У меня когда-то замороженные мои кубики абсолютно не захотели растворять щелочь. Я не знаю почему, но прям раствор не нагрелся. Было 30 градусов температура, а я была расстроена. Поэтому я просто остужаю воду, чтобы появилась такая легкая корочка на поверхности в морозильной камере. И с такой водой я уже работаю. Очень важно, чтобы вода была чистая, как я уже сказала. Вот такой вот пластиковый контейнер подойдет. Банку использовать не рекомендую, баночка может лопнуть. И нужна какая-нибудь палочка для размешивания. Это может быть ложка, может быть палочка от суши, которую использую я. Итак, сейчас я отмеряю нужное количество воды и ставлю эту воду в морозильную камеру. Рецепт, который я использую, свой рецепт я оставлю в описании под этим видео. Прикреплю комментарий с рецептом. С тем рецептом, который я долго-долго нарабатывала для себя. Немного его видоизменяла. И тот рецепт, который для меня кажется шикарным. Но, конечно же, у каждого нулевара рецепт свой. Плюс к тому же масла используются самые разнообразные. Но я оставляю свой рецепт и, конечно же, делаю сегодня мыло по своему рецепту. Я отмеряла воду в 133,65 г. И поставила в морозильную камеру. Теперь я ставлю чистый, сухой контейнер. И буду в него отмерять жидкие масла. Я не смешиваю жидкие масла с твердыми, для того, чтобы жидкие масла не нагревать. А твердые нам, конечно же, надо будет расплавить. Отмеряю по рецепту оливковое масло. И по рецепту у меня 125 г. Очень важно налить именно 125 г. Весы у меня очень старенькие, но они рабочие. Им уже лет 15, наверное, это точно. Но работает. Второе масло, это масло касторовое. И его по рецепту надо 40 г. Обнуляем весы. И добавляем к оливковому маслу 40 г касторового масла. И 40 г ровно. А жидкие масла я убираю в сторону. Ставлю другой контейнер. Обнуляю вес. И теперь уже буду добавлять сюда твердые наши масла. Из твердых масел. Нам надо... Нам нужно масло кокосовое. 120 г. У меня вот такая вот крутая банка. Я беру ложку и добавляю 120 г масла кокоса. Обнуляю весы и беру масло пальмовое. У меня масло рафинированное. Добавляю 100 г. Чуть-чуть лишнего. Вот. Ровно 100 г. И последнее масло. Это масло ши. По рецепту его надо 20 г. Твердые масла мы с вами будем топить в микроволновой печи. Можно будет это сделать на водяной бане. И, конечно же, нельзя давать маслам закипеть. То есть, даже если какие-то крупинки масла у вас останутся, например, вот масло ши, оно очень тугоплавкое. То есть, конечно же, пальмовое масло и масло кокоса растопятся быстрее. То просто помешивая ложкой, дотопите масло ши, чтобы оно до конца уже растаяло у вас просто на столе. То есть, не закипятите наше масло. И давайте пока с вами разведем мой пигмент. Если у вас много пигментов, вы берете много стаканчиков. Можно взять вот проще всего одноразовые. Они будут жирными, их сложно отмыть. Поэтому потом я их просто выбрасываю в мусор. Берем пигмент. Ложка сюда у меня не влезет, не поместится. Я беру на глаз. Если у вас много разных цветов в мыле, то вы берете много разных таких стаканчиков. И смотрите, пигмент надо разводить в масле сухой. Мы его не добавляем. Если у нас пигмент наш, конечно же, сухой. И что мы делаем? Мы берем масло, то, которое мы с вами уже отмерили. А не новое масло из бутылки. Добавляем сюда немного. И хорошо размешиваем. Вот такой цвет у меня получается. Рецепты я свои высчитываю по калькулятору Мамамыла. И я не изменяю состояние воды в рецепте и пережир. Как заложено в калькуляторе, так я и оставляю. Меня это устраивает. Пережир у нас чаще всего берется 7-8%. Пережир – это то, те масла, которые у нас не войдут в реакцию со щелочью. Они не омылятся и будут ухаживать за нашей кожей. Мыло я сегодня делаю холодным способом. Горячим способом мыло делается чуть-чуть иначе. Оно не должно вызревать. Оно практически сразу готово. Я делала мыло горячим способом. Есть видео. Там мыло «Шоколад» называется оно. Мне не понравилось. Я делаю мыло холодным способом. Теперь мне нужны точные уже весы. И я замеряю на них уже отдушку. Отдушки надо мне 10 грамм. Если я возьму больше, немного, ничего страшного. Смотрите, прям глазом у нас. Все, что у меня осталось – 10,2 грамма. Пахнет так, что просто хочется съесть. Это чистый соблазн. И теперь мне надо также точно отмерить щелочь. Но для этого я уже одену перчатки для того, чтобы отмерить щелочь. И, конечно же, нам понадобится позже респиратор и обязательно защитные очки. Щелочи по рецепту у меня 60,79 грамма. Щелочь я использую натриеткий. И здесь у меня щелочь уже рассчитана вместе с молочной кислотой. То есть на молочную кислоту. Здесь уже щелочь у меня есть. Если вы не будете использовать молочную кислоту, щелочи вам надо будет меньше. Так, я заговорилась с вами. 60,79. Мне прям не жалко. И теперь я достаю свою воду из морозильной камеры. Также точно обнуляю. Забыла как. И добавляю в холодную воду 12 зиграмм молочной кислоты. Это 3% от веса моих масел. Воду я отправляю назад в морозильную камеру. А твёрдые масла буду топить в микроволновой печи. Я одела очки, одела перчатки. Респиратор не одевала, потому что вы меня не будете слышать. Не одевала для вас. Открыла настиж окна. Лучше выйти на балкон, если такое у вас есть. Включить вытяжку. Сейчас не будем с вами смешивать щёлочь. В этом нет ничего страшного. Но для начала вот мои твёрдые масла, вот мои жидкие масла. Я вливаю жидкие в твёрдые или наоборот. Это не важно. То есть я соединяю наши масла. Теперь уже воедино. Там у меня не растаял кусок, а я его не увидела. Ну, если что, можно будет додобить. Тогда уже всю массу я стойте. Лопаткой вот так вот. Очень удобно силиконовой лопаткой выжгребать всё это. И, надеюсь, что мой кусочек, это масло ши, растворится. Конечно же, лучше тогда уже масло ши просто мельче. Измельчать сильнее, чтобы оно лучше растворилось. Вот они мои масла. Опускаю сюда градусник, термометр. И отставляю пока масла в сторону. Дальше то, что я сейчас буду делать, надо делать в раковине. Или же на балкон выходите. Но я делаю на столе, чтобы вам было всё это удобно показать. Мне просто неудобно за собой таскать камеру в перчатках и в очках. И вообще, ну капец. Вот она моя очищенная вода с молочной кислотой. И вот она моя щелочь. Добавляю щелочь в воду. Ни в коем случае не наоборот. Небольшими порциями. И размешиваю. Самые опасные, это вот первые поры. Потом дальше можно будет дышать. Щелочный раствор начинает нагреваться. Желтоватый оттенок мой раствор имеет из-за молочной кислоты. И давайте измерим температуру. Температура моего щелочного раствора сейчас 82 градуса. И я сейчас свою тару опущу на холодную ледяную баню. Для того, чтобы щелочной раствор остыл. Сейчас я буду добиваться того, чтобы сравнять температуру. Мне нужен щелочной раствор. Температура примерно 38-39 градусов. И масла на 2-3 градуса ниже. То есть, градусов 35. Такой температурой я буду работать и все это смешиваю. Если масла у вас холоднее, а щелочь еще пока не остывает, масла можно всегда немного подогреть. Масла у меня сейчас 36 градусов. Щелочь 38 градусов. Допускается разница температур 3-4 градуса. Причем щелочь должна быть всегда горячее. Обязательно через сито тонкой струйкой вливаем теперь уже щелочной раствор в масло. Но не наоборот. Вот все равно, как бы ни говорили, у меня всегда какая-то крупиночка щелочи остается. Та, которая не прореагировала почему-то. Совсем немножко раствор начнет у нас сейчас мутнеть и светлеть. Это означает, что пошла реакция моления. Щелочь реагирует с маслами, омыляет масло. И у нас получается мыло. Дальше мы берем погружной блендер. И чередуя лопатку и блендер, доводим массу до состояния следа. След это состояние, когда наша масса загустеет немножко. Будет такой, как жидкий кисель. Масса стала еще больше светлеть. Чередуем, чтобы не пропустить след и чтобы не спалить блендер. Пока что, смотрите, масса прям просто течет. Стекает с блендера. Это не рабочая масса. Если оставить массу вот такой жидкой и блендером, не работать, не использовать блендер, наша масса может впоследствии расслоиться. И будет такое мыло на срезе у вас, как будто мякать арбуза. Это значит, что щелочь у нас расслоилась от масел. И таким мылом пользоваться нельзя. Но его можно, конечно же, натереть на терке и переварить. Но это уже не то. Сейчас моя масса достигла состояния эмульсии. Она еще стекает, но она уже густоватая. Такая, вы знаете, как будто кисель. Как я уже сказала. С такой массой работать уже можно. И работать можно, когда мы делаем какой-либо тонкий рисунок, свирлы или еще что-либо. Но я продолжаю дальше работать миксером. Сегодня я ничего особенного делать не буду. Так как делаю мыло для новичков. То, которое вы сможете запросто повторить. Поэтому довожу массу до более густого следа. Смотрите, остается от блендера уже след. Начал оставаться. Совсем немного, но уже начал. И вот такая масса меня устраивает полностью. На этой стадии я добавляю сюда свою отдушку. Такое вот безумно вкусное мыло получается. И теперь, пока мне блендер не нужен, я его отложила в сторону. Вот моя масса. Я еще раз хорошо ее промешиваю, чтобы хорошо вымешать оттушку. Такая она уж как легкий пудинг. Уже не кисель, уже гусь. То, что мне надо. И у меня сегодня вот такая вот форма. Форма у меня наша 100 грамм. Можно сейчас, мне бы было, в принципе, мыло-то уже готово. Можно даже прям белым вот так выливать. Можно было отбелить текстином титана. Его можно просто окрасить одним цветом и вылить. У нас тоже будет мыло. Но я буду делать немножко-немножко иначе. Я хочу сделать такой интересный градиент. Примерно на 4 части я буду делить свою мыльную массу. На 4 части это так вот, на глаз. В первую часть, она у меня будет самая темная. Добавляю прям весь свой пигмент, который я разводила в масле. И вымешиваю. Вымешиваю лопаткой. А теперь помогаю себе блендером. Временно убираю блендер. Я добавляла сюда немножечко массы. Позже уже, чтобы была мятно. Где-то примерно сейчас у меня здесь 1 третья часть. И я вот сюда форму выливаю почти всё. Ну, не почти всё, а большую часть половины, скажем так. Дальше мы должны всё это простучать обязательно, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые там образовались. Пузырьки воздуха, если не выйдут, там у нас будет пустота, дырочки в мыле. Если есть дырочки, значит, мы с вами плохо мыло простучали. Со стеночек, если попало, всё. Убираем салфеткой. И стучим. Отставляем пока в сторону. В нашу фиолетовую массу добавляем белую массу. То есть так, чтобы у нас тут светлее уже было. Масса должна получаться вот такая вот блестящая. Видите, глянцевая. Никаких крупинок. Прям вот как будто это растопленный шоколад. Пока инсистенция. Вот тоже туда на вид. Блестит она гладкая, блестящая. Вся однородная, без крупинок. Вот такая масса должна получиться. Тогда вы сделали всё правильно. Помогаю немного блендером. Чётких границ я не хочу. Чёткие границы я делала, когда делала мыло море. Мыло смоля. Кому интересно, найдите, посмотрите. Там я каждый слой посыпала сухим перламутром. Через сито сбрызгивала спиртом. И аккуратно на лопатку лила следующий слой. Тогда у меня были чёткие и практически ровные границы. Сейчас я этого не хочу. Наоборот, я хочу такой вот градиент, который будет с плавным переходом. Выливаю практически всю массу, но не всю. Немного оставляю. И снова стучу. Простучала и отставляю в сторону. У меня осталось немного цвета. Добавляю половину оставшегося белого. Перемешиваю. То есть цвет будет ещё светлее. Такая вот масса. Снова выливаю. И снова практически всё. Так же точно простукиваю. И теперь уже добавляю свою самую последнюю белую часть. И выливаю последнюю свою часть. Все вот эти свои мисочки и ложечки сразу я не мою. Пока что их отмыть очень сложно. Всё жирное. Я оставляю на разнос, на балкон. И через сутки, можно позже. Прямо оно ведёт реакция омыления. И вся посуда сама себя отмывает. Прекрасно. Хотя всё равно тоже делаете это в перчатках. Конечно же. Ещё раз я простучу. Сейчас многие берут вешалку и крутят какие-нибудь там сверлы. Тоже было бы очень красиво. Но мы с вами сегодня этого делать не будем. Мы делаем такой любимый красный рецепт. Как я и обещала, ничего сверхъестественного, что не дастся новичку. Сверху можно мыло оставить вот таким вот, просто ровным. Можно, например, с одной стороны посыпать сухоцветом. Будет красиво. Можно даже солью морскую посыпать. Например, фиолетовой тоже будет красиво. Можно ложечкой создать какую-либо горочку. Тогда верхушка у нас будет неровная. Мне тоже это нравится. Я не люблю, когда верхушка ровная. Так мыло, когда приподнятая, кажется, кусочек повыше, побольше, поинтереснее. Ну, пока у меня масса, видите, бывает прям совсем она такая плотная-плотная. А у меня довольно-таки вот след есть, но масса жидковатая. Сейчас я свою массу вот эту вот сбрызну обычным спиртом, тем, которым мы брызгаем мыло из основы. Затяну плёнкой, укутаю в махровое полотенце и поставлю на батарею. Можно поставить в духовку, но пока у нас ещё батареи работают. Ещё пока отопление не выключили. Если мы ставим мыло в духовке, на 50 градусов разогреваем духовку и выключаем её. В выключенную духовку ставим укутанную плёночкой мыльную массу и оставляем. Вот я делаю сейчас вечер, оставляю на ночь. И примерно часов через 12-16 мы будем с вами мыло резать. Мыло я ставлю в тепло для прохождения стадии геля. Можно мыло не проводить через гель. Я не люблю безгелевое мыло. Безгелевое мыло вызревает дольше. Оно вызревает 6 недель, а не 4. Это первое. Второе. Безгелевое мыло мне почему-то по своим свойствам не понравилось. Мне больше понравилось мыло, которое проходит гель в тепле. Но безгелевое мыло делают чаще всего для того, чтобы не потерять цвет в мыле. Потому что иногда просто щёлочь съедает, а иногда съедает сама стадия геля какой-либо красивый, яркий цвет. И если через гель не проводить, тогда цвет у вас останется ярким. А с прохождением геля цвет, конечно же, светлеет. Если мы не хотим проходить гель, мы сейчас также точно плёночкой затягиваем наш батч и ставим мыло в холодильник на ночь, часов на 12. А потом уже смотрим аккуратненько, задвигаем края, и когда оно будет твёрдое, вытаскиваем и режем. В принципе, всё точно так же, но вызревание идёт на 2 недели дольше. В общем, сейчас я уже сформирую горку. Я просто боюсь, что на камере места не останется у нас там. А то я всё болтаю-болтаю. И для вас мы это мыло будем резать уже, конечно же, через минуту. А для меня мыло будет в тепле стоять на батарее, ну, наверное, часа 3-4, а потом просто останется укутанным в полотенце. Иногда на мыле бывает такой вот содовый налёт. Это очень некрасиво смотрится и проступает такой содовый налёт. Не сразу такие белые крупиночки. Для этого мы с вами и сбрызгиваем сверху наше мыло спиртом, и затягиваем плёнкой для того, чтобы туда не поступал воздух. То есть это очень важно, чтобы лишить. Когда воздух у нас с кислород, со щёлочью, даёт какую-то реакцию непонятную. Ну, как она понятная, а для меня непонятная, скажем так. И выступает вот этот содовый налёт, который нам не нужен. Поэтому сейчас я затяну всю плёнку. Я уже без вас, потому что мне неудобно в перчатках. Я с вами не обращаюсь, потому что камеру я включу для меня примерно часов через 12. А для вас это будет через минутку. И посмотрим, что я наварила. Прошли ровно сутки. И мыло стало твёрдым. Его пора доставать из формы и нарезать. Пока оно ещё не стало совсем-совсем твёрдым. Пока ещё, конечно, надо работать в перчатках. Я так, чтобы по-быстрому подержу. Вот так выглядит бач. И сейчас я буду нарезать его. Для нарезки, конечно же, есть специальные инструменты. Резаки для мыла. Но у меня такого нет. Я режу мыло обычным шпателем. Мне так удобнее. Отмеряю мыло на кусочки линейкой. Толщиной делаю по 2,5 см. Я люблю такие более толстые кусочки. И потом просто нарезаю его. И вот так мыло выглядит на срезе. Пока мыло ещё довольно мягкое. Я дам ему просушиться ночь. И завтра его проштампую. Пока штамп ещё не отпечатается. Потому что мыло довольно-таки действительно мягкое. И покажу вам сам штампик, который очень красиво и эффектно украшает мыло уже завтра. Но для вас, как всегда, через секунду. Я срезала кончики у мыла. Срезала я самым обычным маленьким ножом. Ещё вчера. И теперь пора поставить штампик. Для этого я беру перламутр сухой. Я выбрала золото. Насыпаю его на салфетку. Обмакиваю штамп. Прикладываю штамп. И надавливаю. И вот такое мыло в итоге у меня получилось. Это мыло сейчас я поставлю в сухое место. Я ставлю в кладовку на салфетку. Прямо, чтобы оно вот так стояло. И оно у меня стоит и созревает в кладовочке в сухом прохладном месте. Ровно месяц. Можно его поставить в коробочку в какую-либо. Например, в коробку из-под обуви. Ну, всё это, конечно, застелить салфетками. И ровно через месяц таким мылом можно будет пользоваться. Спасибо за просмотр. Если есть вопросы, задавайте их под этим видео. А я буду прощаться. Всем всего самого наилучшего. И всем пока.